Друзья, вчера компания Apple провела конференцию для разработчиков, где представила новое устройство, а также сообщила о будущих изменениях в операционных системах macOS и iOS. В этом выпуске мы расскажем про персональные компьютеры семейства iMac и ноутбуки MacBook. Без сюрпризов не обошлось. Одна из самых значимых новинок – моноблок iMac Pro. Это профессиональный инструмент с соответствующими параметрами и ценой. Устройство получило 27-дюймовую панель разрешением 5120 на 2880 пикселей. В основе лежат процессоры Intel Xeon. Это могут быть восьмиядерная, десятиядерная и даже восемнадцатиядерная модели. Оперативной памяти DDR4 может быть от 32 до 128 ГБ. Для хранения данных имеется SSD объемом от 1 до 4 ТБ, причем Apple обещает передачи данных в 3 ГБ в секунду. Очень интересна и графическая подсистема. Моноблок может оснащаться адаптерами Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти и Radeon Pro Vega 64 с 16 ГБ памяти. Что это за адаптеры, пока не ясно. Набор портов iMac Pro тоже необычен. Тут имеется четыре порта USB 3.0, четыре Thunderbolt 3, один Ethernet, аудиоразъем и слот для карт SD. Производительность и набор портов позволяют, к примеру, подключить к ПК два дополнительных монитора 5К, либо четыре монитора 4К. Конечно, имеются адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Также можно отметить камеру FaceTime HD и наличие стереодинамиков. В комплекте поставляются клавиатура Magic Keyboard, Width Numer Keypad и мышь Magic Mouse 2. Отдельно Apple отмечают систему охлаждения с двумя вентиляторами. Якобы она должна быть достаточно тихой при высокой производительности. Что касается стоимости, она объявлена лишь для младшей модели, 5000 долларов. Купить Apple iMac Pro можно будет в декабре. Также компания Apple обновила и обычные моноблоки iMac. Модели остались те же, однако изменились процессоры. Теперь моноблоки основаны на CPU Intel поколения Kaby Lake. Второе важное изменение – слегка улучшенная графическая подсистема. Стоимость младшего моноблока стартует с отметки 1100 долларов, ну а старшая обойдется минимум в 1800 долларов. Аналогичным образом обновились ноутбуки MacBook. Все актуальные модели, новые MacBook Pro, а также 12-дюймовый MacBook получили CPU Intel поколения Kaby Lake. Кроме того, Apple говорит о более быстрых на 50% твердотельных накопителях. Кроме того, Apple немного пересмотрела цены. Младшая модель теперь стартует с отметки в 1300 долларов, но на остальные MacBook Pro цены не изменились. Разработчикам также продемонстрировали операционную систему macOS High Sierra. Это минорное обновление, хотя некоторые новшества весьма важны. К примеру, в новой операционной системе компания перешла с файловой системы HFS на Apple File System. Она должна принести увеличение производительности и надежности. Появилась аппаратная поддержка кодека H.265, но только в новых моделях Mac. Браузер Safari, по заявлению Apple, стал самым быстрым настольным браузером в мире. Страницы, поддерживающие режим Reader, автоматически открываются в Safari без рекламы, кнопок навигации и других отвлекающих моментов. Кроме того, можно отметить улучшенное приложение Photo, с новой сортировкой и интеграцией стороннего ПО для обработки. Технологию Metal 2 с поддержкой виртуальной реальности и движков Unity и Unreal Engine 4. Улучшенное приложение для работы с почтой, новую версию Final Cut Pro X и прочие изменения. Версия для разработчиков уже доступна, а релиз для потребителей намечен на осень. macOS High Sierra можно будет установить на все ПК Mac с 2009 модельного года. На этом пока все, но если вы подпишетесь, то вскоре узнаете все подробности об акустической системе Apple.